Себя показать и на других посмотреть. Такую возможность самым маленьким талантом подарила газета «Комсомольская правда Барнаул» и «Почта России». В июне они запустили конкурс «Талантливые дети Алтая». Участники со всего края прислали более 200 поделок и фотографий своих увлечений. А накануне в рамках празднования Дня семьи «Краски лета» состоялось награждение победителей. На удивление, дети талантливые во всем. Это начиная от поделок, каких-то вязаных работ. Дальше, например, изделия были из соленого теста. То есть очень красивые работы. Из пластилина, из дерева. В общем, разные поделки. Лучшую работу определяли голосованием на сайте «Комсомолки». Наибольшее число голосов набрал Владислав Чупилов. Талантливый человек талантлив во всем. И Влад тому прямое подтверждение. «Я больше всего люблю гулять на улице. Играть еще в баскетбол, и петь, и танцевать». Авторов самых интересных поделок тоже наградили призами. Самая необычная работа принадлежит юному керамисту из Славгорода Кириллу Мусохранову. Также отметили поделку из бисера Маши Кулебякиной и мультяшных героев из пластилина Тимофея Воробьева. Но талант живет в каждом ребенке, уверены организаторы. Поэтому позволили всем детям на праздники перевоплотиться в юных художников и разукрасить лето красками. Все дети любят рисовать на обоях, правильно? И практически у всех дома, у кого есть дети, на стенах, так или иначе, на обоях есть какие-то отпечатки ладошек, ручек, цветочки, бомбки-ешки и так далее. А мы решили, почему бы не сделать это массово? И официально разрешили детям сегодня, в этот день, нарисовать на обоях. Я думаю, что примерно каждый должен хотя бы по одному отпечатку сегодня здесь оставить. София Кондратьева, Александр Атропов. Наши новости.